В прошлом году в Коми без вести пропало 43 человека. Это на 10 больше, чем в среднем по годам. В каждом конкретном случае на поиски отправляются специальные службы, а также отряды добровольцев, которым небезразлична чужая судьба. К счастью, большая часть пропавших разыскивается в первые дни оперативных мероприятий, но далеко не всегда. С надеждой и верой на лучшее. Нина Чешкова. Игорь Пуров вышел из дома 28 августа прошлого года. На вид юноше 17-20 лет. Рост около 180 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие, телосложение худощавое. Игорь был одет в черную толстовку, коричневые брюки и серые кроссовки. Особые приметы – родимое пятно чуть ниже поясницы. Родственникам важна любая информация. В начале седьмого утра. Позвонили ему по телефону, он вышел якобы пообщаться со знакомыми, со своими. Сказал, что мама, все хорошо, сейчас приду. Я ушла в девятом часу на работу, его я больше не видела. Со слов знакомых сына женщины, Игорь отправился с приятелями рыбачить на Выльгардские озера. Там его и видели в последний раз. Что было дальше ссора или драка, неизвестно. Но в сторону Сыктывкара юноша отправился уже один. Вот это пресловутое мнение, что раньше трех суток нет смысла обращаться в полицию, конечно, сыграло свою роль. Потому что я, конечно, своим знакомым говорила, что вот такая ситуация у меня. Говорят, ну, раньше трех дней нет смысла, у тебя никто заявление не примет. В отделе уголовного розыска призывают в подобной ситуации ни в коем случае не затягивать с заявлением в полицию. И сразу после исчезновения родственника обращаться в органы. Главное – принести с собой фотографию пропавшего человека. Каждый день, проведенный родственником, грубо говоря, за пределами дома, как только он пропал, это играет не в нашу пользу. То есть все время играет против нас. Особенно вот сейчас, когда на улице холодно. Любая, на первый взгляд, незначительная деталь может лечь в основу оперативно-розыскных мероприятий. Важно знать не только круг общения пропавшего, но даже то, во что он был одет. Очень часто приезжая в станцию скорой помощи, спрашиваем, допустим, не поступал ли к вам, допустим, там какая-нибудь фамилия, не знаю, Иванова, а она назвала себя Ивакиной, там, к примеру, бабулька, ну, утрирует. Вот, они говорят, нет, не поступала. Извините, а вот бабушки не было, вот такая, допустим, серая шуба, там, ой, вы знаете, лежит, лежит какая-то в отделении, вот по описанию подходит бабушка, давайте посмотрим, не ваша ли. По словам полицейских, причины таких исчезновений, как правило, довольно банальны. Это, например, извечная проблема отцов и детей. Зачастую подростки сбегают из дома из-за конфликта с родителями. Люди пожилого возраста чаще теряются по причине рассеянности или психических расстройств. Бывают случаи, когда человек просто потерял память или не считает нужным сообщать о своем местонахождении родным. Однако, напоминают в отделе уголовного розыска, если пропажа вернулась домой самостоятельно, необходимо обязательно известить об этом и полицию.